на одной почве какая кислота земли под ними определяли лидерами неважно важно у меня нет данных официальных я не определял когда я купил этот участок там рассветал когда меня картошка и хвощи вот а хвощи а ты действительно кислая почва почва даже смотреть на них не прятать хоть знаете что такое вот а когда-то я догадываюсь почему у нас как стоит где-то кому-то участок забросить про сразу березы сосны вы сами понимаете вот получалось кислотность где-то повышенная но это все понятие то есть пониже повыше но когда я начал заниматься деревни я убедился в одном я хвощи исчезли по какой причине сам исчезли деревья сами себе формируют почве просто нужно помочь во первых не мешать так а потом вот все остальное что называемым садоводством и получается как появляется на этом месте дерево а у меня есть участки где действительно поглинистее есть почти песок и так ну тут прикупил сотку там пять соток там десять соток земля получилась разве даже даже гравий есть вот у меня больше вишни на гравий растет и прекрасно себя чувствую вот почему потому что я не мешаю хотя бы эти вишни штамбы делать идёте странные люди и вот получается что кислотность я не знаю какая деревья сами постепенно под себя подстраивает почву это так везде принято на всей планете или погибай или переделывай под собой почву и вот и у меня бывали случаи когда я садил практически на глину проходит несколько лет но удобрял то есть допустим когда-то я еще сверху никогда в яму нет это это для меня это как постулат нельзя в яму ничего сыпать а сверху раз рассыпал там бедро 2 перегноя жменьку 2 золы все проходит время я копаю эту глину по дереву а я нет там вот так нету там гранулы это земля постепенно она когда понимать чем дело что такое дерево я хочу понять потому что эти все эти все эти все они так и не поняли и схему эту дебильную не уберут никогда подлую вредную страшную дерево к это прежде всего крыша под которой существует дебильцы миллиарды существ муравьи обязательно муравьи грибы черви бактерии еще раз сотня разных наименований насекомых какие-то из них и опылитель является и просто там свою то это самое что-то друг друга почву обогащает и обогащает и обогащает все это появляется листья если даже не удобрять эти листья падают и уносят пока их очень мало червей но они все таки есть у меня фотографии есть когда земля насыщалась они умоют эти листья уносят туда там эти листья перерабатываются червями потом поступает распоряжение грибов потом грибы и значит делают микоризу и с помощью микоризы вот корни это рты только рты они сами ничего не делают это рот его нужно туда напихать и туда пихают и вот получается что почва со временем червей все больше ходов все больше дерево растет листья падает все больше а потом приходят эти сграблены а дальше уже боюсь говорить подошлись опять давление начинает повышаться так поехали дальше доброго борис соловьёв доброго здоровья на прошлом занятии говоришь абрикосы сенса сохраняется от того свойства как груши нарядную сохраняю значит груша у меня видите как у меня собственного быта нету а мои наблюдения никогда не верю того что пишут посмотрите что написали этими развивками из культурных семян то они не уточняли ну я что если семена посадите там семечкость получите дикарей все . они сами не проверяли им это в башку били они даже не проверяли а у меня культурная груша абрикосы остаются абрикосами культурными помельче и какие эти самые манчжурцы и сыновья манчжурцы наоборот ухрупняются он забыл про меня упомянуть научных труда ну ничего зато я ты теперь на всю страну а у ваулина верьте железово потому что у него теперь это что у вас ребята в рюкзаках моем рюкзаке в этот материал ваулин а там фотографии из моих сеансов что выросло видите как агру именно если говорить о грушах тут особый разговор культурная груша из косты через семечек получил не сразу много лет по 10-15 ждал первого рожая получил ботно считать и это один край полюса другой край полюса мичурин который считающийся подвой был дикий если возьмешь его семечку уже точно получит дикаря а возвращаемся к ботнору а он там где брал он брал косточки семечки и абрикосы и сливы и вишни и черешни особенно черешни и груши том числе и груши со сладких плодов которые привозили с юга понимаете с юга одно дело мы на таких дикарей садим прививаем таких дикарей что поневоле на не могут даже не прекрасно получается прививки такие роскошные сорта и после садки а с косточек мы не знаем семечек мы же не знаем у тех которые привиты на дикарей сибирская дикая вишня сибирская яблонь уссурийская груша дикарь из дикарей но слева них нельзя назвать дикарями они китайки потому что где нам другие взять вот на зажатёр не растет вот этот самый что остается вишни у нас дикие но они это просто одичавшие культурные вишни у нас сибири местных то нет одичавшие культурные вишни они иммигранты с европы это владимирские бывшие 90 процентов что они что я прав вот что получается и вот у меня семечки груши продаю и никому не сказал вырастить и сладкие будут ни единому никто никогда меня камень не кинет я говорю хотите ждите чудо а будет ли чудо а если груши гигант под москвой 500 грамм вот такой вот сладочайший ну не верю я что дикарь вырастет но не верю нарядные фимова красоты необыкновенные плоды 200 200 грамм самый крупный но не верю что вырастет а вот дело за вами друзья мое время истекает все возраст истекает так опарина только пришла с работы привет елена ижевская надежда в ее краситель подмерзшие ветки персика отрезок можно или оставить до отрежьте замерзшие именно замерзшие таких случаях есть два срока при обрезке это весенние обрезки это первое когда вы видите что что-то точно надо точно а второе ждете когда появятся зелененькие почки зазеленеют и вы будете знать где граница между живой веткой и мертвым окончанием тогда и решите вашу переписку можно где-нибудь посмотреть прочитать это глава в книге сами письма у меня в есть я их наверно не найду вот я наверно не найду а книги есть глава книга это ну уж вам-то неудобно продавать но у меня же есть диск с книгой давайте вышли если у вас нет его или электронный вариант а я могу подарить свой родной вот и там есть глава когда я просто выборку сделал то что задержать я я хитрый я не все я бы мог с этой переписки столько больше пиши отдельную книгу или хотя бы брошюру но я не совсем согласен понимаете вот я выбирал только то что не расходилась моим убеждениями из нашей большой переписки так что если чё отдавайте мне только письмо электронная я вышлю это самый электронный вариант книги там есть глава про глава которая называется там что-то память друга что такое латинков вырастил груши из 7 культурные сладкие груши морозостойки из магазина 70 груш ну тут как-то не вяжется я этого не знаю не в курсе так получилось мы не очень следили друг за другом каждого хватало морозостойки из магазинах 70 груш как они могут морозостойки есть из магазинах обычно магазины это средняя азия молдавия бельгия лучшем случае porsche не знаю я вот прочитал да вы пишите сладкие и магазинные морозостойки я понял морозостойки это например у меня могут быть или если бы латинков привал бы на те же эти самые тогда есть какой-то шанс зато не перед допустим они были морозостойки если те же мои вот а другие тогда получается сладкие не морозостойки или морозостойки он тогда от них можно не дождаться сладости вот это вот что вы пишите культурные морозостойки из магазинах морозостойки магазинах не бывает а если у него не сохранили значит что-то он тут с ними сделать смог но он волшебник латинков это волшебник так информация у него на сайте с видео нет пожалуйста я ничего не имею ни да ни против я просто расколол свое мнение именно как что груша это все-таки долго ждать груша могут быть и семечки с привитого дерева нам на этот на дикадик тот же уссурийскую а может быть магазин назначена сможет быть и привитая но с культурной груши по двое поэтому я ничего не хочу не добавить не убавить вот то что информация делитесь что это здорово значит на сайте с видео может быть и найдут тем более что я же как у меня же семя горжусь знаете вот моя гостевая книга нет вот вот мой сайт видите вот так вот так что захотите найдете информация у нее есть просто я все знать не могу так возвращаемся к нашим этим ну что наверное все наверное все закончился наш разговор проговорили вот меньше нас не становится больше не становится давайте сейчас со следующей неделе как всегда рассказал только половину но я увлекся от этим развивка я не мог иначе не мог вот такой потенциал дикий уже закрывает но не просовать стоять с плакатами руки просят науки но вышли после этого отменили решение уничтожить это бросили камень закрываем ждали какая реакция промолчат закроем так и тут бросили камень закроет закроют нужно доказать что нужны что это такой потенциал дикий я не понимаю как это так как раньше принято там например микроскопом возле забивать у тебя языка и забивает возле микроскопа то что я показала ты не сбойте на микроскопа надо лучше мне мнение доказать что это самое дальше повторяться при аминутку или а нет погодите я думал это еще письма нету все ребята заканчиваем до свидания спокойной ночи значит каталог семян видите эти если там учета на каталоге нет значит это самое пишите найдем или договоримся что дальше или чем заменить не забывайте что это самое но нету больше такого коллекции нету вообще нету особенно когда это после лоденкова и после боднера посреди пустыни и никто не говорит что там уже ученые пасутся в их садах а сейчас разбежались царству лежа на боку до свидания спокойной ночи суберекам спокойной ночи так все я отключаю трансляцию хоть и жаль расставаться следующий понедельник и основа на месте так все